Мы правозащитники из Беларуси, которые на протяжении двух лет помогают людям на границе. Мы не можем помочь людям напрямую пересечь границу с Польшей, однако мы можем помочь в Бресте. Кроме того, мы можем оказать вам ценную консультацию как для вашего дальнейшего пребывания в Террасполе, так и после. Мы знаем, насколько серьезная ситуация в Чеченской Республике и вообще в Северном Кавказе в целом. Мы знаем, что люди сталкиваются с угрозами, пытками, кровным местью, необоснованными преследованиями и произволом местных властей. Мы знаем, насколько легко получить статус террориста и лишиться жизни. Однако для того, чтобы не просто попасть в Польшу, но и остаться там под международной защитой, вам необходимо знать следующие правила. Первое правило. Нельзя врать. Не слушайте других и не пытайтесь придумывать вашу историю. Ваша история должна основываться только лишь на ваших фактах. Она будет проверяться в дальнейшем на следующих этапах интервью. Второе правило. На границе очень важно рассказывать одну и ту же историю. Зачастую у беженцев проблемы возникают в том случае, когда история, рассказанная на первом этапе интервью, заметно отличается от истории, которую они рассказывают в дальнейшем. На границе у вас будет достаточно мало времени, и вашу историю вы должны будете рассказывать в присутствии других людей. Поэтому старайтесь, чтобы ваше интервью было кратким, но по существу. Вам угрожали, вас пытали, вас преследовали, ваш дом поджигали, ваших родственников убивали. При пересечении границы с Польшей вам необходимо будет заполнить опрос. Опять же таки, очень важно писать только лишь правду и ничего кроме правды. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами переводчика. Постарайтесь подкрепить вашу историю ценными и весомыми доказательствами. Они могут помочь вам в пересечении границы. При интервью в лагере просите присутствия психолога. Важно помнить, в Европе действуют правила первой безопасной страны. Если вы собираетесь сразу же до завершения процедуры получения статуса беженца покинуть территорию Республики Польши, то вы нарушаете существующие правила. В данном случае вас могут поместить в закрытый лагерь для беженцев и депортировать. Выбор остается за вами. Либо искать спасение в Польше, либо оставаться по ту сторону границы. Вы должны, кроме того, помнить, что после получения статуса беженца вы спокойно сможете переехать к вашим друзьям, либо родственникам. И еще несколько важных нюансов. После пересечения границы для начала процедуры вас будут фотографировать. Женщины должны сниматься без платков. Если у вас есть родственники в Чечне, на них могут оказывать давление. Очень важно обеспечить безопасность, в том числе и для них. Не думайте самостоятельно возвращаться назад домой. Вас не только не пустят в Евросоюз, но вы потеряете все шансы на защиту. В Европе следует уважительно относиться к особенностям людей, которые пробуют уживаться мирно вместе. Данные рекомендации позволят вам пролесечь границу с Польшей и в дальнейшем мирно и эффективно сосуществовать в европейских государствах.